Юмористическое шоу под названием «Избирательная кампания» на Украине продолжается. Кандидаты один другого краше грызутся как собаки, но объединяет их одно заявление на крымскую тематику. Это обсудим с нашими гостями в студии Ефим Фикс, первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым и Роман Чегринец, член Общественной палаты Республики Крым. Господа, действительно, каждый уважающий себя кандидат в президенты Украины, а их, если я не ошибаюсь, больше сорока, говорит, что именно он вернет Крым в состав Украины. Это действительно такой серьезный козырь в рамках политической игры, Ефим Фиксич? Ну, выборы, избирательная кампания в Украине, ничего нового не приведет. Все, как всегда. Громкие заявления. Заявления, которые вообще не соответствуют объективным реалиям. И, безусловно, чем громче крикнешь, тем более на проблему, которая беспокоит сегодня, я думаю, не только граждан Украины, она беспокоит сегодня и жителей всего мира. Это Крым, это российский Крым. И каждый выдумывает себе, вместо того, чтобы сесть и объективно оценить ситуацию, выдумывает себе ситуацию для того, чтобы завоевать голоса избирателей в Украине. Поэтому нового здесь ничего нет. И как только избирательная кампания закончится, на этом все и закончится. Полностью с вами согласен. Единственное, Крым не столько не дает покоя, сколько, наверное, точнее, не беспокоит, а не дает покоя просто всем этим злопухателям и недоброжелателям. Давайте тогда порассуждаем. В течение 23 лет Крым был в составе Украины. И что мы можем вспомнить из таких знаковых событий, которые можно было бы говорить, да, это действительно что-то здорово. Что-то построили, что-то ввели в строй, что-то отремонтировали, что-то сделали. Ведь ничего не было, деградация была полная. Может, Романа память посвежее? Романа, что-нибудь из такого? Ну, вот 44 кандидата, да, давайте вспомним предыдущие, да, несколько выборов президентов Украины. Какое количество обычно было? Ну, 3-4 кандидата было. Вот выборы Ядуковича в 2009 году, по-моему, 4 кандидата было. И на этом все закончилось. А здесь, вот я согласен с Романом, здесь не борьба кандидатов, а борьба денежных мешков. Потому что победитель, он же будет иметь возможность черпать средства из бюджета Украины, которые пополняются спонсорами, те, которые банкуют вот в этой всей истории. Ну, тогда квартал 95 будет на высоте, да, если Зеленский станет президентом, это действительно доходит до смешного. Вы знаете, человек, который смешил в свое время народ с экранов телевизора, да, теперь идет в политики, в президенты, в люди, которые должны управлять страной. Тогда то, что он показывал, или те юморные вещи, которые он показывал о власть имущих в Украине, теперь, если он победит, он будет сам одним из них. Роман, ну вот мы говорим о том, что буквально каждый кандидат заявляет о том, что именно он вернет полуостров. Вот, допустим, из разряда там ляпнул, да, он что-нибудь сейчас, люди за него проголосовали. А что потом? Потом хоть трава не расти? То есть это исключительно возможность, да, попиариться, или действительно есть какая-то опасность? Да нет, это очередная сказка, это сказочный выбор и сказочные кандидаты. У них абсолютно сказочные программы, которым, к сожалению, части украинцев верят. Там нет ни одного кандидата, который бы представлял по-настоящему людей Украины, жителей Украины. Там нет ни одного кандидата, который бы по-настоящему рассчитывал наладить отношения с Россией. К сожалению, к нашему сожалению, все кандидаты представляют, как мы уже говорили, определенные экономические интересы. Они используют одинаковые абсолютно популистические лозунги, да, по поводу армии, по поводу возвращения Крыма, которые неисполнимы, да. Это сказочная армия, киборги, полупьяная армия, которая разворована, у которой нет никаких побед. То же самое и с Крымом. Никто его никогда не вернет, потому что этого не захотят крымчане, и этого никогда не допустит Российская Федерация. Во вторую очередь, видимо, больше говорить нечем, если мы говорим о Крыме, показать нечем. Экономических достижений нет. Кто бы 10 лет назад мог подумать, что Украина будет самой бедной страной Европы. Да мы с вами жили в Украине. Никто никогда бы не поверил. Украина была в тройке, наверное, лидеров стран СНГ по уровню жизни. 10-15 лет назад Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан где-то на одном уровне. Сейчас самая нищая, бедная страна в Европе. И падение продолжается. Я думаю, что Украину ждет судьба Югославии. Это будет крах, это будет развал по югославскому сценарию на несколько отдельных государств. Вот на мой взгляд, почему это в обозримом будущем? Как бы не последние выборы Украины вот в этом географическом составе. Знаете, просто удивительно, что вот эти вот 5 лет в Украине никто ничего не научило украинцев, граждан Украины. Давайте вспомним вот Майдан, когда один из лидеров того времени говорил, если он не получится, то куля в лоб. Помните вот эта расхожая фраза? И кули нет, и борода выросла на лице, и все это дело. Может, его с бородой не узнают. Да, да, может не узнаешь. Поэтому это все просто... Ну, я думаю, что такое ощущение, что все-таки, наверное, к 31 марта народ осознает, что граждане Украины осознают, что их просто дурят в очередной раз и используют их, как говорят, пушечное мясо для того, чтобы... Но, с другой стороны, народ, ну, тоже люди не дураки, наверное, они понимают, да, но что они могут сделать, учитывая вот те же последние события, когда просто там радикалы, чтобы освободить своих там подельников, захватили просто здание полиции, угрожали, требовали, дрались. В итоге, когда их успокоили, кто виноват? Виноват полиция. Оказалось, виноваты. И возбудили уголовное дело в отношении полицейских, которые действовали, ну, мне представляется, они действовали в рамках закона. Это новая полиция, новая, та полиция, которую не хотели, да, которую не тщательно выбирали, выбирали. Так вот же потом вышел этот полицейский и начал кричать об Эндервис. Вот же в чем вся трагедия того, что произошло. Вот эти бандиты, которые сегодня наводнели улицы Украины, Киева прежде всего, которые через силу ломают закон и конституцию, и все, что там происходит, и они заставляют полицейских выполнять свою волю. И навязывают эту волю. Вот сегодня же уже я бандеровец, это стало как бы у них нормой, нормой политического сожительства. Они сейчас, вот у них там прям флешмоб активный проходит среди политиков, чиновников. Вот, Роман, на ваш взгляд, что это такое? То есть политики просто, как сейчас можно говорить, на хайпе, да, пытаются завоевать какие-то себе бонусы, да, в преддверии той же избирательной кампании. Или действительно такая у них идеология? Нет, ну это, конечно же, конъюнктура. Мы видим, что агрессивное полубандитское меньшинство захватило власть в государстве, она активно поддерживается спецслужбами, да, то есть СБУ, администрация президента и так далее. Поэтому, естественно, да, те политики, которые находятся у власти, они это используют в пользу поднятия своего рода. Но они так считают, что они поднимут. Но опять же, там есть и другой флешмоб в ответ, который Яни Бандеровец. И он достаточно большой, но мы говорим, что он даже более массовый. По крайней мере, то, что в соцсетях отслеживаю я, намного больше людей пишут, что Яни Бандеровец. Это стыдно, нельзя так делать. И мы увидели, что сегодня уже появилось видео избиения одного из активистов, да, там, группа С-14, который дал вот этот материал в прессу, и тоже написал Яни Бандеровец. Вот тут же дождались около дома, его избили. Ну, как это? Это что за вооружение мысли? Полиция должна стоять над политическими различными ситуациями в стране. Она должна контролировать, она должна быть третейской стороной. Да, гражданин должен иметь возможность выразить любую свою позицию. А здесь полиция стоит всегда на стороне только одной позиции, которая выгодна действующей власти, но не выгодна абсолютному большинству народа. Вот это, к сожалению, боль и проблема украинского народа, и вот этой украинской власти. Есенич, выходит, осознал все-таки украинский народ, что их дурят, но сделать уже ничего не может, получается? Ну, страх за свое существование, за свое будущее, за будущее своих детей. Страх перед теми негодяями, которые ходят с дубинками, с кассетами, с оружием по улицам Киева. Страх за то, что тебя просто растопчут. Давайте вспомним, конструктор самолета буквально месяц-полтора тому назад прямо на улице авиаконструктора. Избили, избили просто на улице, никто не заступился. И вот эта история. Но здесь и еще другое. Вы знаете, вот это, я бандеровец, вообще удивительно, что город-герой Киев, Крещатик, который знал столько трагедий, по которому гнали в 41-м году, гнали людей на расстрел. И по этому Крещатику ходят вот эти негодяи с бандеровскими вот этими всеми делами и так далее, и так далее. И какова же реакция Европы? То есть Россия во всем виновата. Россия виновата, потому что она Россия. А здесь та же Польша молчит. Ведь мы знаем, что бандеровцы натворили, какая резня была вот в 44-м году, 45-м году резня была поляков резали, бандеровцы же резали. Мы знаем, какая резня была в Чехии, в Чехословакии, вот в конце Великой Отечественной войны и сразу после войны. Что они творили там? И все молчат. Все молчат, набрали в рот воды. И как будто так должно быть. Более того, спонсируют всю эту историю, выделяют финансовые ресурсы. Там проблемы в Евросоюзе, большие проблемы. И с экономикой, и социальной сферой, и общественными делами. Но они поддерживают Украину, так как Украина перестала вообще управляемой быть. Уже руководители Евросоюза дают команду официально включите Россию в состав наблюдателей на выборах. Они принимают закон, нет и все. Слушайте, люди выбились уже из-под контроля. Люди перестали вообще управляемой быть. Вот это тот случай, наверное, когда искусственно созданный проект с западными странами, наверное, в совокупности Евросоюзом и США, он просто выходит из-под контроля. Роман, если говорить непосредственно об Украине, как о проекте нынешней политической ситуации внутри страны, получается, уже нет никаких рычагов влияния и воздействия на политические силы, которые управляют страной? Или все-таки те же штаты или представители Евросоюза еще каким-то образом смогут управлять процессами внутри Украины? К сожалению или к радости, на данный момент Украина осталась только на финансовом поводке. Пока будут финансовые вливания бесконечные, там можно диктовать свои условия и как-то влиять на ситуацию. Но и Украина может шантажировать. Да, и Украина может этим шантажировать, но здесь есть несколько нюансов. Сейчас будет достроен наш Северный поток-2. Украина теряет полностью свою газотранспортную систему, всю ее актуальность для Европы и самой Украины. Здесь есть вопросы о том, сколько Европа, с учетом своих внутренних проблем, которые тоже на грани развала. Мы же видим, когда было, чтобы Франция отозвала своего посла из Италии. Но это невозможно было представить еще 5-10 лет назад. Это внутренние проблемы. Когда-то они, вот эта точка невозврата, точка кипения достигнет того уровня, что не до Украины будет. Ее оставят с ее проблемами. И вот тогда Украина рухнет. Это колос на глиняных ногах. Она рухнет, рассыпется на ряд удельных маленьких княжеств, которые, к сожалению, были с Югославией. Вы знаете, проектанты, как вы говорите, проекта Украина 2014 года, они очень плохо изучали историю. Они не понимают, что такое выпустить джина из бутылки. А примеры истории даже более чуть 75-летней давности говорят о том, что с Гитлером тоже заигрывали. И заигрывали для того... Для чего заигрывали? Заигрывали, чтобы он вел борьбу с Советским Союзом. Это же главный был постулат, для чего его создали. И когда он выбился из рук, его не могли загнать опять в эту бутылку. И пришлось просить Советский Союз через трагедии, через жертвы огромные, через разрушения загнать этого не только в бутылку, но его уничтожить. Вот, к сожалению, авторы этого проекта, они забывают исторические аналогии. И вот наступают на те же грабли, которые есть. И более того, это же не только пример Гитлера. Мы сколько знаем таких примеров, когда создавали вот этот проект, раскручивали, раскручивали, потом не знали, что с ним делать. Это тот случай, когда не выучили уроки истории. Это просто исторические ошибки они, наверное, не учли. Но зато украинские политики активно пользуются ситуацией и пытаются на этом какие-то финансовые бонусы или привлечь, или не потерять, как в случае, например, с послом Канады в Украине, который просто продал свои наделы в Крыму. Он, конечно, отнякивается, открещивается, как может, что это не он. Но по факту, а сколько ведь крымской земли находится во владении украинских политиков, которые и сейчас находятся у власти? Роман, вот в этом случае, каковы должны быть действия? Я не говорю там представителей украинской стороны, они, наверное, сами разберутся, кого там в мусорный бак закинуть, или какие документы обнародовать. Я говорю о правительстве республики, да, может, стоит пересмотреть вот эти земельные наделы, участки, которые принадлежат там украинской стороне? Ну, однозначно, с крымской земли не должно идти финансирование АТО и прочих страшных вещей, которые творятся в Украине. Это раз. Два. Ну, наверное, если человек хочет заниматься бизнесом в России, он должен быть здесь зарегистрирован, иметь гражданство, как минимум, работать полностью официально, кормить вот эту военную хунту, которая сидит в Украине, на мой взгляд, абсолютно неправильно. Мне кажется, надо пересматривать и собственников этих земель, куда идут эти доходы, насколько прозрачны эти схемы обогащения. Я знаю, что здесь и бизнес есть, и ряда украинских политиков, и рабочие, достаточно они зарабатывают, и ряд крупных предприятий, есть различные офшорные зоны, принадлежат украинским политикам. Но, на мой взгляд, здесь надо принимать какую-то жесткую инициативу на предмет того, что Крым не должен быть площадкой для финансирования различных запрещенных в Российской Федерации организаций, вещей и вообще того беспредела, который творится в Украине. Ефимович, вот, как опытный политик со значительным стажем, да, но я не говорю, допустим, о простых людях, да, украинцах, которые приезжают в Крым работать, это нормально. Я не говорю о торгово-экономических отношениях с нормальными предприятиями, да, которые действуют согласно законодательству и своей страны, и Российской Федерации. Но, действительно, Роман обозначил тему, когда некоторая, там, недвижимость, да, или бизнес, или просто земля принадлежит украинским политикам, необычным людям, которые, там, негативно высказываются о полуострове, которые какими-то своими действиями, да, дают право, наверное, подумать. Вот в этом случае есть ли у нас какие-то рычаги, механизмы воздействия? Вы знаете, Крым заинтересован в том, чтобы развивались торгово-экономические отношения, чтобы развивался бизнес, чтобы это работало на созидание, чтобы шли инвестиции сюда, в Крым, чтобы были нормальные, нормальные, деловые, человеческие отношения с теми, кто хочет развивать экономику, с теми, кто хочет жить в мире, и согласие, это очень важно. Но мы имеем примеры, наверное, яркие, поучительные примеры в отношении тех людей, которые относятся к Крыму, ну, неадекватно, исходя из политической конъюнктуры, исходя из тех реалий, которые сложились в Украине. Пожалуйста, Приватбанк и все, что связано с Коломойским. Ведь принято было решение, человек нагрел крымчан, человек использовал крымскую недвижимость ради своих интересов, но было принято решение о том, что все это национализировать и вернуть за счет реализации этого имущества, вернуть людям вклады, которые оставались в Приватбанке и так далее, и так далее. И такие примеры не поучительны. Поэтому в отношении тех людей, которые ведут в отношении Крыма в эту агрессивную политику, ведут в отношении Крыма просто, ну, такую взрывоопасную политику в отношении них, есть механизмы, и тут никаких вопросов нет. Более того, мы знаем о том, что и Конституционный суд Российской Федерации поддержал наши действия в этом вопросе. Поэтому оно так и будет. Другое дело, что политики Украины, которые себя позиционировали как самые честные, как самые искренние, как самые порядочные, как самые просто пушистые, оказались обыкновенными хапугами, оказались обыкновенными предпринимателями, которые некорректно вели себя. Это, во-первых, во-вторых, использовали Крым только для решения своих экономических вопросов. И этот пример с послом Украины в Канаде, это яркое тому подтверждение. Вот нужна, он же не за Крым боролся, он боролся за тот кусок земли, который тут у него вроде бы есть, и это самое. Но если есть у тебя кусок земли, так веди себя прилично, веди себя в рамках добрососедских нормальных отношений, если ты хочешь продолжать эту работу, перерегистрируй в соответствии с российскими законодательствами и продолжай эту работу. Так нет, крутит, а сейчас как ежа или карась на сковородке прыгает, как бы отмазаться и от тех, этих самых бандюганов, и остаться при должности, и показать, что он чистый и пушистый. Но он был не против подставить своего консула, если я не ошибаюсь, именно тот подписал документы. И отца подставляет и всех. Мы какое-то время назад с вами обсуждали ситуацию с Нордом. По факту в российских реалиях показательная тема, что была бы проблема, а как решить найдемся. Я сейчас говорю о Владимире Горбенко, все-таки капитану, мы не знаем наверняка, каким образом удалось покинуть территорию Украины, все-таки оказаться у себя на родине. Лично мое мнение, что все-таки это не обошлось без участия профильных служб. Но, тем не менее, вот это ли не удар по имиджу Украины, по имиджу их спецслужб? Вы знаете, большое счастье, что Горбенко находится в семье. Большое счастье, что он держит на руках его дочь, маленькую девочку, которая 10 месяцев не видела отца. Это же, наверное, замечательно. А с другой стороны, это показатель того, насколько деградирована власть в Украине. Насколько деградирована даже не сама власть, а те, которые стоят на страже государства, государственных границ и так далее. Человек по российскому паспорту пересекает границу Украины, показывает документ о том, что он не находится под юрисдикцией правоохранительных органов, они же ему выписали справку, что он не находится под этой юридикцией, пересекает границу, приезжает домой, все нормально. Я думаю, вот это просто полная деградация всех правоохранительной системы. Мы уже говорили о том, что я бандеровец, то, что они кричали там, полицейские и так далее. Что их обвиняют за то, что они выполняли закон, за то, что они хотели навести порядок, за то, что они выгнали из помещения, полицейского помещения, выгнали этих хулиганов, негодяев, бандитов. Их сейчас обвиняют. И это тоже пример. Граница как бы на замке, но замок открыт. Или надпили надушка со стороны Украины. Ну, вероятно, что все-таки это удар, наверное, по имиджу, которого на самом деле на тот момент уже, наверное, и не существовало. Роман, вот на ваш взгляд, не вызовет ли это какое-то раздражение со стороны Украины, спецслужб, чиновников, политиков, и они не начнут ли прессинговать россиян, которые приезжают по той или иной причине? Ну, вот не нужен, если это люди, у которых... Знаете, нельзя логически судить те вещи, где отсутствует логика, поэтому там возможно все. Ну, на мой взгляд, лично у меня вся эта ситуация вызывает приступ гордости. Здесь на гордости, причем с нескольких сторон, гордости за наших людей, за наших крымчан, которые под давлением, под политическим давлением. Он сам говорил, капитан Норда, о том, что мы предлагали получить украинский паспорт и по нему спокойно выехать. Он на это не согласился, он провел практически год на чужбине, вот в этих адских условиях, и уехал по российскому паспорту. Я горжусь такими мужественными людьми, которые есть у нас в Крыму, на которых стоит равняться, которые еще раз подтверждают правильный выбор Крыма в 2014 году, и что это выбор каждого крымчанина, а не отдельно из этих политиков или еще кого-то. И с другой стороны, я горжусь все-таки, наверное, теми службами, которые смогли это сделать. Потому что у нас почему-то всегда приводят в пример службы иностранных государств, там, допустим, МОСАД, которые всегда борются за граждан Израиля на любой территории. Мы знаем, что и службы Российской Федерации всегда борются за своих граждан на всех территориях. У меня гордость берет именно за это. Здесь нужно сказать и о том, что и флаг России вывезли, вот группа тех моряков, которые раньше выехали. Они же показали, что они с собой вывезли российский флаг. И опять мы возвращаемся, на мой взгляд, к очень важному моменту, о том, что вот эти все действия говорят о том, что люди просто не изучают историю. Нельзя сломить человека, который борется за свою землю. Нельзя сломить человека, который борется за свою родину. Нельзя сломить человека, который верен своей земле, своей родине, своей семье. Разве можно сломить? Да, бывают примеры, к сожалению. Но есть такие примеры. Но сегодня это не тот пример. Сегодня мы говорим о мужестве вот этих моряков, в том числе капитана вот этого рыболовецкого сейнера. Мы говорим о том, что выбор 2014 года, о том, что Крым должен войти в состав Российской Федерации, осознанный выбор. Это выбор не конъюнктурный. Это выбор, это состояние души. Это желание людей. И за эту правду, за свой выбор, люди отстаивают свой выбор. Ну, полагаю, что главное, что сами крымчане и россияне знают об этой правде. Это юмористическое шоу, которое продолжается на Украине. Ну, посмотрим, чем оно закончится. Господа, я благодарю вас за беседу, зрители за внимание. Увидимся с вами завтра в этой же студии, в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова